Когда придет весна в Самару и разные города России? Таким вопросом задались аналитики Яндекса. Сервис Яндекс.Погода проанализировал данные за 51 год наблюдений и поделился выводами, когда обычно начинается весна в разных городах России. Для каждого города в топе указана дата, с которой среднесуточная температура воздуха обычно была стабильно выше нуля градусов. Для этого проанализировали данные за 51 год наблюдений с 1966 по 2017. Итак, раньше всех весна наступает в Симферополе 2 февраля, в Краснодаре и Ставрополе 23 февраля, в Ростове-на-Дону 3 марта, в Санкт-Петербурге 19 марта, в Москве 22 марта. Самара расположилась чуть выше середины списка. Здесь среднесуточная температура выше нуля градусов стабильно наблюдается после 31 марта. Позже всего весна приходит в Петропавловск-Камчатске и Кемерово 16 апреля. Кроме того, для каждого погодного явления аналитики указали свою дату применительно ко всем городам из списка. Так, если взять данные за 51 год наблюдений, то первый дождь в Самаре чаще всего проходил 3 марта. Снег таял 14 апреля, последний снег выпадал 20 апреля. Дневная температура воздуха превышала 20 градусов 21 апреля, а первая гроза проходила 11 мая. Ну а что заинтересовало самарских пользователей социальных сетей, расскажем в нашем эксклюзивном мультимедийном проекте. Новости блогов. Сотрудники Красноармейского пансионата для престарелых и инвалидов пожаловались в твиттер, что их принудительно заставляют вакцинироваться от COVID-19, угрожая санкциями вплоть до увольнения. Это же должно быть добровольно, недоумевают работники. На пост отреагировала Минсоцдемография Самарской области. В ведомстве заявили, что директор пансионата действует законно. Чиновники указали, что вакцинация – основное условие допуска к работе специалистов, выполняющих работу с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. При этом отмечать в министерстве речь об увольнении не идет, так как правовым последствием отказа от прививок является отстранение от работы, а не увольнение. По результатам проверки документов учреждения специалисты министерства заключили, что директор действовал в рамках действующего законодательства. Читатели в комментариях одобряют позицию министерства. Сотрудники пансионата, вы должны быть крайне ответственны за своих подопечных, ведь вам доверили их судьбы и здоровье, которое теперь будет зависеть только от вас. Телеграм-канал Воронцова вещает, рассказал, что сотрудников некоторых департаментов в Самарской области заставили заниматься лайканьем постов в интернете. Просим опубликовать и привлечь внимание, негодуют работники. Нам поставили отличную мотивационную задачу для получения положенных квартальных премий. Нам надо завести аккаунты в Твиттер и Инстаграм и ставить лайки на страничках своих департаментов, чтобы поднимать популярность органа и выдачу постов во френд-лентах подписчиков. Если мы этого не сделаем, нам пригрозили урезанием премий. Департаменты уже совсем с ума сошли. Видимо, после скандала, когда департамент образования Самары обязал хэштегами славить благоустройство города в социальных сетях, методичка обновилась, иронизирует телеграм-канал. Не лайкнул инстапост какого-нибудь ДорСО? Прощай, кварталка. Ну что за технический кретинизм?